Подкармливая злого уличного пса, мальчик даже не догадывался, что его вскоре ждет это «Вадим, Марик пропал». Рыдала в трубку Ирина. В каком смысле, не понял муж. Марк или по «домашнему Марик» пропал в пятницу прямо под выходные. Мальчик десяти лет утром взял свой школьный рюкзак, пару бутербродов, приготовленных мамой, и отправился в школу. Но к вечеру он так и не пришел. Ира много раз звонила ему с работы на телефон, но мобильный оказался недоступен. Сначала она подумала, что мальчишка задерживается в школе, а телефон, как обычно, забыл подзарядить. Она уже давно говорила мужу, что нужно купить новую аккумуляторную батарею. Хотя, конечно, лучше бы сразу новый телефон. Правда, старенький кнопочный Samsung служил верой правдой уже много лет, а денег на покупку нового не было. Семья жила довольно бедно. Потом Марина решила, что Марик где-то бегает с соседскими мальчишками или засиделся у кого-нибудь дома из друзей. Но, придя с работы, она не обнаружила сына. Дома не было его вещей, обед стоял на плите нетронутый. Было понятно, что Марик со школы не приходил. Женщина не находила себе места, поэтому набрала номер учительницы. Но оказалось, что Марик сегодня в школе вообще не появлялся. Она ждала его весь вечер, но даже к семи часам он так и не вернулся домой. Когда ждать уже не было сил, женщина принялась обзванивать больницы. А когда часы показали девять и за окном стало темно, женщина, обливаясь слезами, набрала номер мужа. С ним что-то случилось. Я обзвонила больнице и всех его друзей, но Марика нигде нет. Без паники. Воскликнул Вадим. Я сейчас же приеду. Жди меня и никуда не уходи, пожалуйста. Вместе с отцом мальчика они еще раз обзвонили всех его приятелей, чтобы разузнать хоть какие-то подробности, но никто о Марике ничего не знал. Нужно звонить в милицию, безапелляционно заявил муж, который не так давно переступил порог дома. Ты думаешь, он... Начала было говорить Ирина, но запнулась на полусловие. Нужно, чтобы его начали искать. Я уверен, что всему есть логическое объяснение, но подстраховаться бы не мешало, пояснил Вадим и многозначительно посмотрел на жену. Он взял телефоны, направился на кухню, чтобы сделать звонок. Сказали взять с собой фотографию. Идти в отделение, взволнованно бормотал он, убирая мобильник в карман джинсов. Собирайся. Идите домой, ждите, а мы будем искать его, эхом разносились слова участкового в голове. Еще она вспомнила, как утром у них с Вадимом был очередной жуткий скандал прямо на глазах у ребенка. Она влепила мужу звонкую пощечину, а он ушел из дома, хлопнув дверью. Она вдруг отчетливо вспомнила слова сына. «Все с меня. Хватит ваших скандалов. Ухожу от вас». А ведь она даже не обратила на них никакого внимания и вспомнила только сейчас, именно в эту минуту. Как же она глухая, равнодушна к собственному ребенку. Только сейчас ей стало ясно, что Марик намеренно ушел из дома. «Вадим, собирайся, пошли его искать. Он где, то прячется от нас». Мы со своими выяснениями отношений совсем потеряли контакт с ребенком. Огромный грязный пес со свалившейся шерстью, висевший на боках клоками, сидел в парке и как всегда поджидал своего нового друга. По виду это было нечто в прошлом похожее на кавказскую овчарку, но сейчас уже было сложно сказать. Незнакомый мальчик уже месяц подкармливал пса бутербродами. С тех самых пор, как Ларион потерял хозяина, он не знал, где хозяин, что с ним. Он помнил, как еще со всем щенком старик вытащил его из мусорного бака. Ларика уже прилично присыпали сверху отходами. Никто не замечал темный копошащийся комок шерсти, никто не слышал его жалобного плача. И только хозяин заметил Ларика в мусорном контейнере, совсем крошечного, еще только что открывшимися глазами. Пожилой человек просил у людей на улице милостыню и покупал на нее себе молоко и своему новому питомцу. Его хозяин был бродягой и жил в разваленных заброшенных домов на окраине города. В одном из подвалов у него был небольшой закуток, где Ларик теперь поселился вместе с ним. Дядя Сева его выходил, и какое, то время они жили вместе и, надо сказать, жили счастливо. Во всяком случае, Ларик был точно счастлив. Ему было тепло и уютно рядом с хозяином. Тот день Ларик помнит хорошо. Ему повстречался на дороге добрый мальчик, который угостил его бутербродом с колбасой. Они долго бегали друг за другом в парке. Марик кидал ему палку, а Ларион с удовольствием приносил ее обратно. В какой-то момент пес напрягся, его сердце почуяло, что то случилось с хозяином, и пес рванул, что есть мочи в свой подвал. Не раздумывая ни секунды, Марик помчался за ним следом. Подвал горел, оттуда валил едкий дым. Мальчик с собакой бросились на помощь задыхающемуся человеку. Хорошо, что дядя Сева был маленьким, щуплым, поэтому большому псу с мальчиком не составило много трудовой тащить его на свежий воздух. Старика забрала скорая, и Ларик долго бежал за машиной. Не знаю, увидит ли еще он когда-нибудь хозяина. Не бросай Ларика, была последняя просьба дяди Севы. С тех пор прошел месяц. Мальчик несколько раз пытался рассказать родителям историю двух бездомных существ, человека и собаки, но они его не слушали, не слышали. Они были заняты своими взрослыми разборками. Ларик, а я из дома сбежал, представляешь, мальчик объявил об этом с гордостью. Он даже присвистнул после данного заявления. Марик подбежал совсем близко, остановился и присел на корточке прямо напротив пса. «Я, кстати, колбаски тебе принес». Мальчик снял с себя рюкзак, достал оттуда бумажный пакет, раскрыл его и положил перед Ларионом. Они долго гуляли по городу. Марик смотрел на прохожих с детьми и собаками, грустил. Он не понимал, почему в его семье все не так. Наконец они подошли к дому мальчика. Марик поднял глаза. «Видишь, Ларик, вон мое окно, там свет горит, не спят еще, значит, наверное, опять ругаются». Пес сел около ног мальчика и положил голову ему на колени. В этот самый момент из подъезда показались родители. Они спешили на поиски сына. Марк нашелся. Ну, наконец, то выдохнуло с облегчения мама. «Пошли скорее домой, ты совсем замерз». «А знаете, у меня новый друг появился, и он тоже замерз. Мы с ним весь день вместе провели, он очень хороший. Это он меня привел домой. Я вообще, то еще не собирался», – важно произнес Марик. «Сынок, мы же договорились, никаких собак». Отец взялся на за руку и повел в подъезд. Они опять ничего не поняли. Мальчик обернулся и крикнул Лариону, «Ты только никуда не уходи, я их уговорю». «Вот посмотришь дома». Он разделся, отказался от ужина, прошел в свою комнату и грустно и сидел у окна. Пса во дворе не было. Вскоре позвонили в дверь. На пороге стоял участковый. Рядом на площадке сидел Ларик. «Вот что, дорогие родители, хотел бы я вам сказать, вы даже не знаете, какого геройского сына воспитали. За последние два часа я провел небольшое расследование и выяснил, что ваш мальчик и вот этот самый пес спасли человека на пожаре. Сейчас Всеволод Борисович Скрипка, хозяин пса, находится в больнице, но его скоро выпишут. Я очень хочу, чтобы вы наконец-то прислушались к своему сыну. Сделайте уже доброе дело, возьмите пса к себе, хотя бы пока его хозяин болеет. Правда, он бездомный, его дальнейшая судьба безрадостна, но примите участие в жизни старика. Возьмите пример собственного сына. «Как вы сказали, зовут хозяина собаки?» – переспросил Вадим. «Так ведь это мой любимый учитель физики, мужчина оторопел от таких новостей. Правда, я о нем 15 лет ничего не слышал. Ну вот, тем более оказывается, что он вам совсем не чужой», – обрадовался участковый. «Я понял, мы все сделаем». «Не волнуйтесь», – стал оправдываться Вадим. «У меня есть небольшой дом в деревне, недалеко от города, вот туда и поселим старика». «А пес пусть сам выберет, где ему лучше, в городе или в деревне». Марик подошел к Лариону и крепко обнял его за пушистую шею. Пес даже перестал дрожать. И благодарно ткнул мальчика носом в плечо.